Здравствуйте, такси пожалуйста, Гайнулина 6, 4-й подъезд. Этот молодой человек подставное лицо. Его задача позвонить в службу такси и вызвать машину. В городе проходит операция таксист. Нашему подставному клиенту пришло сообщение о том, что скоро подъедет машина. Чтобы не спугнуть таксиста, мы будем вести съемку скрытой камерой. Машина подъехала и забрала клиента. Таксист ни о чем не догадывается. Ему назвали адрес, авто тронулось, мы следом. В специально говоренном месте уже ожидает сотрудник ГИБДД. Подставной клиент сообщил марку и номер машины. Как только на горизонте появляется та самая «Волга», ее тормозят. Водителя просят пройти в прокуратуру. С журналистами мужчина разговаривать наотрез отказался. А вы не знали, что без лицензии нельзя частным извозом заниматься? Под спецоперацию попали три таксиста. Их выбрали совершенно случайно. Ни у кого не оказалось разрешения на перевозку пассажиров. По закону без этого документа запрещено заниматься извозом. О таком правиле некоторые услышали впервые. До этого не знали, да? Нет, я вот две недели туда приехал. Ну, в общем, там видел, обидел. С водителями провели беседу и выписали штраф в размере 5000 рублей. Рейд провела прокуратура совместно с ГИБДД. Такие проверки совершают довольно часто. Две службы такси уже попали под надзор прокуратуры. Ранее прокуратурой города проведены проверки в отношении организаций, осуществляющих деятельность под коммерческими названиями сервис заказа «Такси Максим» и «Такси Макс», по результатам которых направлены исковые заявления в Нижканский городской суд о запрете деятельности. Такие меры предпринимаются ради безопасности пассажиров. Таксисты, у кого есть спецразрешение, обязаны проходить медосвидетельствование, техосмотры авто и, самое главное, несут ответственность за пассажиров. Каждый клиент имеет право попросить у водителя его разрешения. Если у таксиста его нет, то лучше отказаться от этой поездки. Алсу Арсланова, Евгений Лызаев, Новости НТР.